МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желание сэкономить привело к дополнительным расходам. Почему газ вдруг оказался дороже бензина? Сверистели, они гнездятся довольно далеко летом от Новосибирска. Не ближе к 400 километрам. Это средняя часть, средний район Томской области. Картина хичкока на улице Гоголя. Тысячи птиц оккупировали крышу обычной пятиэтажки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравительные телеграммы со всей страны и за рубежом. Сегодня герой Советского Союза, почетный житель Новосибирска Дмитрий Бакуров отмечает день рождения. В начале Великой Отечественной 16-летнего Дмитрия Бакурова не взяли в армию. Тогда отец исправил метрику, сделал сына старше на полтора года. Родился Дмитрий Алексеевич 7 ноября, а с днем рождения его уже много лет поздравляют 8 февраля. Сегодня именинник принимал гостей и главу региона Андрея Травникова. Говорили о службе, о горестях войны и радостях мирной жизни. Одних только парадов победы на Красной площади за плечами у героя Бакурова 5. И самый памятный весной 45-го. Мы целый месяц, я думаю, командующий был. Рокоссовский требовал. Когда прошли, Казахросовский сказал, вы лучше прошли московского гарнизона. Вот так вот. Вот как фронтовики натренировались и шли на параде победы. Эх, так идешь, всех беда, всех беда, радостно все. Тем временем делегация нашей области вернулась из Волгограда с парада, посвященного годовщине окончания Сталинградской битвы. Новосибирцы побывали на местах сражений, возложили цветы к могилам отцов, погибших на Волжских берегах. Теперь готовятся провести уроки памяти в городских школах. Отмечу, что поездка стала возможной благодаря поддержке региональных властей. На церемонии приема гостей, всех гостей, мэром города Волгограда. Это тоже оставило неизгладимое впечатление, потому что сам мэр в своем обратном ответном выступлении подчеркнул, что сибиряков особенно чтят, уважают в городе Волгограде. И это на самом деле так, потому что фактически каждый третий, сражавшийся за город Сталинград, это наш с вами земляк, это сибиряк. И в продолжение темы патриотизма сегодня в военных частях и вузах России вспоминают подвиг погибшего в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филиппова. До последней минуты своей жизни он вел бой с превосходящими силами боевиков и штатом оружия. Когда расстояние между ним и боевиками сократилось до предела, офицер принял решение подорвать себя, оставшуюся у него гранатой. За мужество и героизм министром обороны страны и заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филиппов награжден звездой Героя России посмертно. На Сибирском высшем военном командном училище есть памятная аллея выпускников Героев Отечества. И поступок летчика Филипова для курсантов – пример мужества. К другим темам. Четыре лауреата на всю страну. Ученый из Академгородка получил премию президента в области науки и инноваций за сложную, но красивую работу с искусственными кристаллами. В лаборатории молодого гения побывала Екатерина Киселева. Мы ждем некоторое время, пока насос выкачает отсюда воздух, и потом здесь ампула перепаивается. Халькогениды, соединения с которыми работает Константин Кох, крайне чувствительны к кислороду. Они окисляются на открытом воздухе, поэтому кристаллизацию новосибирский ученый начинает с вакуумной обработки. В прозрачной трубке остаются только исходные вещества – галлий и селен. Первый этап завершен. Теперь кристаллический зародыш переносят в темную ампулу. Ее помещают в печь Бриджмана. В конусном кончике, начиная с кристаллизации, постепенно расплавно правильно закристаллизовывается. И мы получаем, если все правильно сделали, монокристалл. Метод Бриджмана для выращивания кристаллов популярен во многих лабораториях мира. Однако в Академгородке придумали, как повысить эффективность технологии. В этой лаборатории кристаллы выращивают модифицированным методом с добавлением серы и алюминия, чтобы сделать их дальнейшую обработку проще. Из них легче изготовить оптические элементы для высокотехнологичных приборов. Дальнейшим изучением занимаются в Китае и Великобритании. Прозрачные кристаллы – основа для оптики нового поколения. Технологии инфракрасного и терагерцового излучения пока только выходят на рынок. Однако в будущем, уверены, специалисты смогут заменить привычные нам рентгеновские устройства. Это излучение, которое очень близко по свойствам к рентгеновскому, по отношению к живым тканям. То есть оно без труда проникает в тело человека, в различные предметы неорганические и органические. И плюс основной относительно рентгена заключается в том, что терагерцовое излучение не инонизирует тело. Это значит, что вы можете бесконечно долго, без вреда для своего организма подвергаться этому излучению. В этих крошечных кристаллах – будущее науки, медицины и военной промышленности. И хотя сверхпрочные устройства пока на стадии разработки, можно с уверенностью сказать – большая наука начинается здесь, в стенах маленькой лаборатории. Екатерина Киселева, Александр Ведерников, Новости ОТС. В редакцию канала ОТС обратился житель Новосибирска. Мужчина рассказал, он установил на машину газобаллонное оборудование, чтобы тратить меньше денег на топливо. Однако инновация в копеечку влетела. Почему, выяснил Николай Сальников. Дмитрий Султанов получил рекламное СМС-сообщение с предложением перевести авто на газ на привлекательных условиях. Местом установки оказался обычный гараж в Калининском районе, что уже смутило мужчину. Но от заманчивой идеи он все же не отказался. И как только транспортное средство уже с газовым баллоном оказалось за воротами бокса, у автомобиля началась новая жизнь. Он у меня заводился в любой мороз, практически и в 35, и в 36 градусов мороза. После установки этого оборудования машина перестала заводиться. Созвонился с Александром, он, естественно, переадресовал звонок Антона. 5 января появился Антон. И то он приехал уже в 8 часов вечера. Покрутился, подключился к системе электрооборудования автомобиля. Сказал, что ошибок никаких не видит. Покрутили, повертели. То есть машина не завелась. Предложил откусить какие-то оправдаи. И он сказал, нет, это ничего делать не надо. 7 января и вызвал эвакуатор. Вынужденный простой затянулся на все новогодние праздники. Но даже когда авто за отдельную плату завели на СТО, то расход голубого топлива, вместо ожидаемых 15, превысил 22 литра на 100 километров. Такой порядок дел Дмитрия Султанова категорически не устроил. И он уже вместе со съемочной группой ОТС отправился в газовый гараж, чтобы решить вопрос с миром. Однако ворота в разгар рабочего дня оказались заперты. Пообщаться с руководством компании ООО «АЭС-сервис» не удалось. Как оказалось, фирма зарегистрирована в комнате обычного общежития. И сегодня это помещение сдается в аренду как жилое. В комендатуре общежития пояснили, никакого коммерческого офиса в комнате, где зарегистрировано юрлицо, никогда не было. С третьей попытки журналистам ОТС удалось связаться с директором компании Александром Игнатовичем. Вот его версия событий. Коммерсант утверждает, его компания только начинает бизнес-путь, поэтому нет полноценного установочного центра. А заявление Дмитрия Султанова по поводу некачественной работы – ложь. В итоге автомобилист обратился в независимую компанию по диагностике оборудования. И вот вердикт. На топливную магистраль не установлен электромагнитный газовый клапан. И вот что и случилось. Утечка газа на фильтре, она при отключении питания, ее не должно быть, она здесь остается. И посмотрели установочку баллона, тоже абсолютно неправильная установка. Баллон болтается, на одной шпильке закреплен, трубка с газом сверху выведена. Большая возможность, опыт повреждения. Ну, вывод один – не ехать в гаражи. Помимо перечисленного, в лист дефектов попали отсутствие крепежей на топливной рейке, кустарное подключение оборудования к электросети автомобиля и не только. Сейчас стороны конфликта готовятся перейти к судебным разбирательствам. Николай Сальников, Константин Менин, Сергей Жданов. Новости ОТС. Тысячи свиристелей оккупировали крышу жилого дома в центральном районе Новосибирска. К тому, что пернатые массово прилетают в город зимой, люди давно привыкли. Однако эта стая поразила своими размерами. Птицы буквально закрыли собой крышу жилого дома на улице Гоголя. В окрестностях много рябины, есть чем полакомиться. Но с другой стороны, как считают орнитологи, свиристели клюют и забродившую ягоду, пьянеют, теряют ориентацию, падают, засыпают в сугробах. Посчитать, сколько пернаток собралось сегодня на одной кровле, сложно. Но прохожие увиденное сравнивали с кадрами знаменитой картины ужасов Хичкока. Они гнездятся довольно далеко летом от Новосибирска. Не ближе к 400 километрам. Это средняя часть, средние районы Томской области. И к северу это тайга, леса тундра, ветколесие такое. Вот оттуда они и летят. Это информационные итоги дня прямой эфиры. Смотрите далее в нашем выпуске. Специалисты лаборатории выясняют, какую силу нужно приложить, чтобы этот маленький образец разлетелся на части. Положил оружие предохранителем вниз, между выстрелами. То есть отдыхая, нарушил требования безопасности. Естественно, такие вещи, как пандусы, вот как ширина проемов, они были продуманы сразу. Но такие вещи, которые можно было бы делать позже, мы сделали их позже. Суд Колыванского района арестовал и отправил в следственный изолятор директора муниципалитета. Муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при работах, после которых в котловане утонули двое детей. Между тем, в самом рабочем поселке оградили и засыпали все ямы и траншеи, разрытые для ремонтных работ. Напомню, глава региона Андрей Травников направил в Колывань специальную комиссию для изучения ситуации. И добавлю, что мать погибших мальчиков написала заявление в детский сад о том, что разрешала отдавать по вечерам сына 11-летнему брату. Родители детей из местного детского сада просят не наказывать воспитательницу, которой уже объявили строгий выговор. В сибирских военных частях проводят масштабную проверку. Инспектирует личный состав командующий войсками Центрального округа Александр Лапин. За неделю генерал-лейтенант побывает на полигонах Новосибирской и Кемеровской областях, также на Алтае, Туве и Хакасии. Проверит мотострелковые и артиллерийские части, авиационные соединения и спецназ. Напомню, ранее занятиям по боевой подготовке мешали сильные морозы. Продолжаем выпуск. Как снизить вес самолета, знают ученые в технопарке. Они исследуют новейшие материалы в сфере авиастроения. Об особенностях опытов Екатерина Широкова. Как поведет себя материал на жаре под воздействием ультрафиолета, через какое время и с какой скоростью начнет трескаться, какую нагрузку выдержит. Все это изучают в лабораториях технопарка. Не только прочностные испытания климатические. У нас есть для этого климатическая камера при положительных и отрицательных температурах. Есть камера солевого тумана, где воздействие агрессивной среды, солевой среды, сказывается, допустим, на материалах, вы понимаете, они ржавеют. Камера солевого тумана имитирует морскую атмосферу, чтобы узнать, через какое время дно корабля поддастся коррозии. Образцы нагревают до 1300 градусов по Цельсию. Это на 100 градусов выше, чем температура лавы. И охлаждают до минус 100. Это разрывная машина. Сейчас здесь испытывают легкий композитный материал для авиастроения на растяжение. Простыми словами, специалисты лаборатории выясняют, какую силу нужно приложить, чтобы этот маленький образец разлетелся на части. После эксперимента они составят расчеты. И эти расчеты передадут уже конструкторам. Для того, чтобы 30-граммовый композит разорвать, ученые применили нагрузку почти в 10 тонн, тогда как самолет в небе испытывает нагрузку в несколько тысяч. Благодаря материалу его вес можно снизить почти на 40%. Если у нас что-то сломалось раньше, чем нужно, мы можем почитать и сказать, что вот здесь вы можете, заказчику объяснить, что вот здесь вы можете изменить конструкцию так-то и так-то, потому что слабое место вот здесь. Своих материалов у лаборатории нет. Коллеги по технопарку предоставляют все необходимые образцы для металлургии, авиастроения или военной техники. Такая производственная кооперация помогает очень быстро выполнять заказы. И одним из наших преимуществ является то, что мы очень быстро все делаем, очень быстро выполняем заказы. Именно из-за того, что мы можем быстро готовить образцы. На испытание одного образца может уйти полчаса, а может и полгода. Все зависит от назначения деталей и из чего она сделана. Екатерина Широкова, Александр Ведерников, Новости ОТС. В Новосибирском областном отделении Красного Креста начали выдавать гуманитарную помощь новосибирцам и жителям области. Специалисты получили президентский грант. И потратить деньги планируют на вполне конкретные цели, рассказывает Мария Черешнева. Новосибирское областное отделение Российского Красного Креста находится в небольшом помещении, но здесь есть все, чтобы помочь человеку старшего возраста. Это и кабинет юриста, и медицинская помощь, и телефон доверия. Одну из комнат специально отвели под гуманитарную помощь. В этих коробках гигиенические принадлежности для тех, кому они действительно нужны. Людям их передадут через общественные организации и благотворительные фонды. Это человек на 50. И у нас еще остались деньги. Ну там может быть человек на 30. Конечно, это мало для нашей области. Но мы благодарны и за это. Потому что мы людям даем. Понятно, бесплатно, остро нуждающимся, малоимущим. Вот, поэтому, ну, конечно, мы бы хотели, чтобы все это было побольше. 2 миллиона 315 тысяч рублей общую сумму гранта распределили на несколько направлений. Это не только гуманитарная помощь, но и подготовка и обучение сестер милосердия, которые оказывают адресную помощь. Средства позволили набрать сразу 8 волонтеров. Мы еще преследуем одну цель, что это не просто сестры милосердия, а мы их обучаем. Основа ухода в домашних условиях – это целая программа, по которой мы учим сестер милосердия, как подойти к больному, как его покормить, как перестелить, как его помыть, как его переодеть, как с ним надо общаться, что можно ему говорить, какие вопросы с ним можно решать. Проект, за который Новосибирский Красный Крест получил президентский грант, называется «Старший возраст. Жизнь без страха и душевной боли». Это комплекс всех видов социальной поддержки – медицинской, психологической, юридической. И, конечно, это большая помощь людям. А самое главное, некоторые, вот мы близлежащие районные деревеньки взяли, они вообще приходят и говорят, а мы даже не знали, что такое есть. А нас впервые вспомнили. Ну, это хорошо, что вспомнили, потому что забывать вообще нельзя ничего. Грант рассчитан на 9 месяцев, но не исключено, что его продлят. Тогда помощь смогут получить еще больше пожилых людей. Мария Черешнева, Алексей Зубила, Новости ОТС. Офицеры Росгвардии сошлись в Троеборье. Участники из разных регионов страны соревновались в стрельбе из пистолета «Макарова», плавании на 300 метров и 10-километровой гонке на лыжах. За этапами борьбы наблюдал Александр Куршев. Пять минут до начала соревнований. Офицеры и курсанты Федеральной службы войск Национальной гвардии готовятся к стрельбе из пистолета «Макарова». Судьи взвешивают оружие и проверяют мушку. Все данные заносят в протокол. Это обязательное требование комиссии. Чтобы изучить мишень, подготовить руку и настроиться психологически, гвардейцам дают сделать несколько холостых выстрелов. Следующие команды – заряжайте огонь. Сегодня здесь команды из Санкт-Петербурга, Самары, Перми и Новосибирска. 30 патронов у каждого бойца. Через пять выстрелов комиссия снимает показания и меняет мишень. Вот один из участников нарушает технику безопасности. Первое предупреждение. Положил оружие предохранителем вниз, между выстрелами. То есть, отдыхая, нарушил требования безопасности. Будет это учитываться в зачете? Пока нет. Если будет допущено второе, предупреждение – стрелок дисквалифицируется. Нервы у бойцов на пределе. Еще одно ЧП. Пистолет дает дважды осечку. Время работает против. Судьи взымают оружие на проверку. Здравствуйте. Все. Если сейчас еще одна осечка, тогда уже полностью снимается. Магазины пистолетов пусты. Судьи еще раз перепроверяют все данные. Итоги озвучат 9 февраля на церемонии награждения. Вы сегодня довольны репутации? Да, довольны. Что было сложное при подготовке? Психологическое воздействие. Судьи справедливы? Да. Все отлично организовано. В 2011 году приказом командующего внутренними войсками МВД на базе Новосибирского военного института был открыт факультет сил специального назначения. Сегодня там готовят офицеров для частей и подразделений войск Национальной гвардии России. Из стен института выпустили 5 героев России и 56 генералов. Как сказал наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, трудности нас мобилизуют и делают сильнее. Поэтому мы были всегда готовы, мы были всегда на страже, но в трудный момент, в трудную минуту мы становимся еще сильнее. Также гвардейцам придется проплыть 300 метров в бассейне и преодолеть 10 километров на лыжах. Строгие требования, колоссальные физические и психологические нагрузки. В финале в каждом из состязаний предлят победителей. Они автоматически получат звание мастеров спорта. Александр Куршев, Артем Валевич, Новость УТС. Активисты Народного фронта проверили спорткомплексы на доступность для инвалидов. Изъян нашли даже в одном из новейших спортивных объектов Новосибирска. Подробности в сюжете Константина Клещина. Центр по фехтованию на родниках. Простор на автостоянке, пандусы, желтые метки на дверях и рельефная дорожка внутри здания для слабовидящих. Далее лифт с просторной кабиной. Правда, и в такой комфортной среде активисты Народного фронта нашли изъян. На входной снаружи двери нет сигнальной кнопки, чтобы сообщить, приехал инвалид. Кнопка, конечно же, будет. В ближайшие месяцы мы ее повесим. Естественно, такие вещи, как пандусы, как ширина проемов, они были продуманы сразу. Но такие вещи, которые можно было доделать позже, мы сделали их позже. Активисты Народного фронта сочли объект образцово-показательным. Именно так и надо строить. Но, увы, проблем хватает, особенно в старых зданиях. И технологически, и финансово трудно перестраивать стадионы и клубы. В прошлом году мы с тремя коллегами-депутатами, так скажем, каждый дал определенную сумму, и нам удалось сделать всего лишь один пандус в одном учреждении. Крыльцо высотой 60 сантиметров, длина пандуса 13 метров. Плюс это нужно сделать бетонную подушку, на которой он будет стоять. Это большая металлическая конструкция, которая стоила больше 300 тысяч рублей. Впрочем, как говорят активисты, выход есть. Инфраструктура для инвалидов может быть улучшена благодаря и бюджетным, и частным вливаниям, так как закон обязывает владельцев спортивных объектов создавать доступную среду для инвалидов. Константин Клещин, Алексей Баженов, Новость УТС. В Болотном, в одном из центров адаптации, вернуться к нормальной жизни пытаются бывшие алкоголики и наркоманы. Реабилитанты сами себя обслуживают, занимаются благоустройством, где-то с трудом, но трудом побеждают зависимость. Суп у нас куриный с макаронами. Никаких наемных рабочих в центре нет. Реабилитанты сами себе повара, уборщики, строители и парикмахеры. Иван самый молодой, ему 21 год. Последние 8 лет был под кайфом. В реальности живет всего-то 4 месяца. Первый месяц, полтора тяжело, пока адаптируешься, провыкаешь. Потом понимаешь, что здесь происходит, для чего все это делается. Сегодня в центре адаптации живут 20 бывших наркоманов и алкоголиков. Из Новосибирска, Новокузнецка, Тагучина и не только. Конечно, трезво жить – это их решение. Но добровольно сюда никто не приезжает, только по настоянию у родных и близких. Татьяна употребляла наркотики более 20 лет. Как и все наркоманы, свято верила, что бросит в любой момент. Но чудо не произошло. Утром не можешь ничего сделать, пока не употребил наркотики. Ты не можешь ничего, не почистить зубы. Ты не можешь сходить просто в магазин за хлебом. Ты не можешь встать с кровати, пока не употребил. Не остается выбора, употреблять или не употреблять. У тебя всегда нужно употреблять, чтобы хотя бы как-то ходить, двигаться, жить, разговаривать. Естественно, начинаются… Где-то надо добывать на это деньги. Естественно, начинаются кражи из дома, начинается обман родителей, соседей, друзей. Начинаются потери работы, начинаются случайные криминальные связи. Время проживания в центре у каждого разное. Татьяна выздоровела за полгода. Сейчас помогает другим справляться с зависимостью. Еще с ребятами работают психологи, наркологи и консультанты. Есть требования по физическому состоянию. Это исключение открытой формы туберкулеза. Это исключение таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца. То есть все то, что может каким-то образом повлиять на процесс реабилитации. Вот это в первую очередь. Но опять же, второй момент – это психическое заболевание. То есть сложные психические расстройства, при которых невозможно проводить реабилитацию. Мы таких тоже ребят исключаем. Теперь, прежде чем в центр принять человека с зависимостью, он проходит медосмотр. И если терапевт не находит противопоказаний, больного принимают на реабилитацию. В период восстановления реабилитанты несколько раз сдают анализы. Центр в Зудово открыли год назад. Из 40 реабилитантов, проходивших курс, 10 вернулись к нормальной жизни. Зинаида Мельникова, Михаил Кауров, Новости ОТС. Пока вы помните, мы живы. К 100-летию вооруженных сил в музее Дзержинского района открыли выставку, посвященную истории советской армии. Макеты техники и вооружения, фотографии и документы участников боевых действий, униформу и знаки отличия разных родов войск увидели мои коллеги. Сержант-кавалерист идет кормить лошадь, а ведро с овцом из брезента, чтобы было удобно надеть на морду животного. Автор этого экспоната Константин Шумкин взял оригинальную форму, доработал детали и восстановил образ 70-х годов. Он в форме образца 69-го года, со светло-синими погонами, петлицами и кавалерийскими отличиями, то есть знаки, сапоги со шпорами, стандартное снаряжение, уздечка и, как науставная часть, казачье седло. Впервые за 9 лет эта традиционная выставка посвящена не только локальным воинам. Организаторы решили показать историю русской армии со времен Второй мировой до наших дней. Например, эта форма, которую называют камуфляж Барвиха, существовала до недавнего времени. Она показала свою практичность, долговечность. В морской экспозиции шлем и костюм водолаза, модели военных кораблей, настоящий штурвал. Можно позвонить в корабельный колокол, а в другом зале посидеть в катапультном кресле. Мы специально не посадили сюда летчика, чтобы дети приходили, садились, фотографировались и почувствовали себя летчиком. Обратите внимание, это кресло летчика-истребителя, но очень узкое. То есть летчики, в общем-то, невысокого роста были такие маленькие. Из уникальных экспонатов – личные вещи Александра Покрышкина. Бинокль и часы с дарственной надписью. И модели самолетов, на которых он летал в Великую Отечественную войну. У нас впервые в нашем музее удалось выставить скульптуры Лилии Бурлаковой, членов Союза художников еще Советского Союза. И вот для нас это очень-очень дорого и важно. Ну, например, бесплатка покрышки на ее работу. Экскурсия длится полчаса. Затем – встреча с ветеранами. Выставка будет работать до 10 мая. Андрей Баев, Наталья Кузнецова, Артем Валевич. Новости ОТС. Все на старт в предстоящую субботу. На массовую гонку «Лыжня России» выйдут больше 12 тысяч жителей нашего региона. В их числе и исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников. Спортсмены и любители соберутся на лыжной базе имени Алика Тульского в Академгородке. Отмечу, для участников соревнований организован бесплатный проезд на электричках, до станции «Сеятель». Вместо билета – номер участника с эмблемой соревнований. Регистрация на массовую гонку начнется в пятницу на стадионе «Спартак». Там можно будет получить свой стартовый номер. И сувенир в этом году – это «Лыжные шапочки». Наверное, все-таки это больше такой фестиваль спорта, потому что именно в этот день, день всероссийской лыжной гонки, нет ни проигравших, ни победителей. Почему? Потому что это все-таки проведение со спортивным азартом, с большим удовольствием. В этот день любого желающего, но никак не доказательство своего превосходства. Такой была информационная картина дня. 7 февраля в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok